Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях точка.нет певица Эй Шайн, а также музыкант Алекс Проджект. Здравствуйте! Сегодня вам наши читатели подготовили вопросы, и начнем с первого. Задает вам вопрос Валерия. Она интересуется, как к вашему творчеству относятся ваши родители? Кто для вас является примером, вдохновителем, а кто критиком? Здравствуйте еще раз. Спасибо за вопрос. Наши родители, они все скачали себе все треки на СВП-харте, поставили в машину и просто слушают их все время. В целом, да. Хотя, они, естественно... Пришлось потрудиться, чтобы сделать из них фанатов. Да, потому что, конечно же, они нам задают вопросы относительно того, о чем мы поем, поскольку мы поем на английском языке. Саша является автором всех наших песен. В смысле текстов? Да, да, текстов. И, конечно, они все время, ну что, что там, переводите, рассказывайте. Ну, конечно же, с удовольствием слушают, им очень нравится. Насчет критики, естественно, очень много вокруг критиков. Как и у всех. Все у нас все понимают, все критиковы. Мы прекрасно ко всем прислушиваемся, мы слушаем. Любовь здесь проходит эту эволюцию. По поводу критики, это в целом, наверное, люди, которые начинают заниматься музыкой, творчеством, если они еще и создают, пишут сами музыку, то они, конечно же, сталкиваются с критикой, начинают волноваться и переживать. Но с годами это проходит, начинаешь критику воспринимать совершенно по-другому с точки зрения того, что каждый человек имеет право на свое мнение, и каждое мнение, оно прекрасно, каким бы оно ни было. Человеку может с удовольствием не нравиться чье-то творчество или наоборот нравится, но то, что он об этом говорит и высказывается, это значит, что его заделают каким-то образом. И то, что знаем все, что от любви до ненависти, мы же шахта один, поэтому я думаю, что все спереди для критиков. Ну, я хочу добавить, что мы в целом сами для себя большие критики, поскольку мы все делаем командно, то мы между собой тоже постоянно выясняем. Ну, у нас самый большой критик Олеся. Олеся все время старается улучшить песню до какого-то состояния идеала. Мы все знаем, что состояние идеала, оно обычно не наступает, поэтому я стараюсь все прекратить и волевым решением сказать, все, вот сейчас уже все готово, больше мы ничего не делаем, а все, что мы делаем, направлено на новую песню. Только таким образом удается хоть что-то выпустить. А кто является вашим вдохновителем? Или может быть, что является вашим вдохновением? Что приносит? Может произойти в любую секунду, вообще совершенно разные события, действия, мысли могут стать вдохновителем. Олеся, к примеру, когда, ну я же наблюдаю, как она пишет мелодию, потому что Олеся у нас пишет мелодии для всех наших песен, так и для моих, так и для своих. Для других людей мы не пишем музыку, хотя желающие появляются периодически. И Олесе нужно вдохновение. Я не знаю, как она приходит, мне кажется, что она сама не понимает, как она к ней приходит. А мне в целом достаточно просто начать. Вот мне нужно собраться, как бы текст иногда... Покушать, подумать. Ну, покушать, это уже такое совсем. Ну, конечно, если ты голоден и зол, то, наверное, текст получится какой-то очень голодный и злой. Поэтому желательно, наверное, все-таки это исполнить. Но для меня основная задача это начать. Когда у меня есть ощущение, что я готов приступить к этой работе, значит, что я ее сделаю. Спасибо. Следующий вопрос от Веры. А вы помните только на английском языке, а почему не поете на украинском? Будут ли такие песни? Мы поем в душе на украинском. Вера, не переживайте. Все есть, мы поем. На праздники. В душе на украинском и на праздниках. Мамам поем. Да, очень красивые песни есть украинские народные. Нам очень нравится. Пока еще не произошел тот момент, когда возникло желание написать на украинском текст. Не знаю, почему. В целом, я вам, может быть, открою секрет. Когда создаешь музыку на английском, аудитория становится гораздо шире. Может быть, это немного прагматично. Но с другой стороны, у нас, к примеру, лидером покупок на том же Bitport, iTunes и всяких магазинах является Америка. Украина, к сожалению, ее покупает не так активно. Но, может быть, это все связано с тем, что мы все переживаем сегодня. Но украинские песни, я думаю, что еще спели. Я надеюсь, по крайней мере. Не знаю, я не уверена. Я всегда хотела работать в этом направлении. Мне представлялось таким образом, что это будет музыка, которую может послушать любой человек. Наши люди тоже очень многие знают прекрасный английский язык. Даже если не прекрасно, они все равно с удовольствием слушают классную музыку, которая им по душе. Мы делаем такую музыку. Во всяком случае, когда я пишу, я как раз ищу вдохновение в каких-то прекрасных стихах, музыке какой-то. Это может быть даже и классическая музыка. Мне нужно, чтобы у меня появилось определенное состояние и настроение, для того, чтобы поймать этот мотив, который мне хочется, чтобы чувства возникли. И мне кажется, нам этого удается добиться, потому что девчонки и мальчишки, которые находятся в периоде влюбленности, всегда используют нашу музыку для признаний, для свиданий. Мы иногда просто видим такие действия. И нам все время пишут о том, что именно по душе. Это было самое главное для меня. Что касается английского языка, да, может быть, это тоже прагматизм, как вот Саша сказал, что мы хотели выпускаться по всему миру. Мы не считаем себя поп-проектами. Но и мы не совсем андеграмм. Мы думаем, что мы понятную в целом музыку делаем. Это уже музыка давно на волне. Это и электронная, и живое все в перемешку. Можно как угодно. Специалистов у нас много, они определяют. Мы не определяем нашу музыку каким-то образом, бастилем. Мы делаем так, чтобы как можно больше людей послушало одну и ту же песню в разном состоянии. Мы их ремиксируем, просто сотрудничаем с саунд-продюсерами из разных стран. Да, буквально вчера прислали издание «Немиксного». Скоро, я думаю, что можно на меня, правда, ремикс, на «Экспрочект», а на «Эйшайн» еще в работе. На трек, да, который в целом уже давно презентован, но он его выбрал, потому что… Ну да, сам продюсер попросил его. Приятно, приятно. Мы выпускаемся как и на своем лейбле, так и на других, в связи с тем, что опять же сотрудничаем со многими. И нас это очень радо. Мы звучим на очень многих радиостанциях в разных странах. Мы даже, честно говоря, уже не отслеживаем, потому что это просто невозможно. Нам, ну, не сообщают об этом. Ну, разве что отчеты о… Да, нам приходят просто отчеты, и нас это радует. Я думаю, что наш слушатель украинский заслуживает того, чтобы слышать разную музыку. И, может, конечно, нужно потрудиться, чтобы выбрать то, что тебе нужно. Не просто сидеть, если, конечно, ты хочешь получать удовольствие от музыки, ты должен потрудиться, как и от любого другого занятия, даже хобби. Нужно сесть, послушать одно, другое, третье, и понять, что тебе действительно нравится. А не так воспринимать всё, что идёт из эфиров, просто кем-то выбранная музыка. Это же не значит, что это догма. Нужно самим рискать то, что тебе нравится, и делать свой выбор. Музыки действительно очень много хорошей, и её нужно найти свою. Вот такой вот мой ответ. Ну, по-моему, ответили, почему мы в твоём английском, да, и ещё в процессе немножко научили. Спасибо. Следующий вопрос от Валеры, и он предназначен вам. И Шайл, ты моделью не пробовала работать? Данные все есть. Может, если с музыкой не сложится, попробуешь? Ой, спасибо. По-моему, с музыкой уже всё сложилось, Валера. Поэтому спасибо. Никогда себя не видела моделью. У меня вообще не модельные данные. Ну, спасибо огромное, но нет. Ну, в модели-то разное было, из фотомодельных. Я как бы Валера. Валера этот вопрос бы сейчас задал тоже. Не обязательно же... Да я не буду спорить с комплиментами, это в конце концов неприлично. Вот, 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 как-то и подсказывал. И не спорьтесь, Валера. Я бы сказал приятные вещи. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос также вам, Ихшайн. Ваша манера исполнения тембра голоса напоминает мне сейт. Шадай. Шадай. Шадай, извините. Я же не люблю. Как вы относитесь к сравнениям, и есть ли у вас исполнители ориентиры в музыке? Спасибо. Спасибо. Человек, который задавал этот вопрос, явно, так сказать, в теме, знает такие слова, как тембр. Как вы понимаете, раз вы уже в этом разбираетесь, тембр голоса, он от природы дается, ему невозможно научиться или в себе там что-то выработать. То есть сравнение прекрасное, это личность, которая, это достойная личность, помимо того, что она безумно талантливый человек, который всегда делал красивые, прекрасные вещи, она скромная, интеллигентная женщина. Я и восхищаюсь, конечно же. Такое сравнение меня, мне льстит. Ладно, расскажу секрет. Каждый раз, когда мы не очень часто будем в коротких, всегда Олеся поет песню. Одну песню, да, она не очень нравится. Ну, вообще, таких певиц очень много. Нет, не много. Гейл, например, тоже, она немножко из другой направления, но все равно тоже есть, ориентиры есть. А как вы вообще относитесь к тому, что вас могут сравнивать с другими исполнителями? Ну, смотря, как видите, с какими. Так всегда сравнено, каждый человек с кем-то сравнивает. В целом, это зависит в основном от количества исполнителей, которые человек знает. Он может с теми и сравнивать. В целом, это всегда происходит. К этому нельзя относиться. Ни хорошо, ни плохо, это да.